Слышу голос и манявшая дорога, кружит голову, как тетский карусель. Заметили, что я еще великолепно пою? Всем привет! На связи Оксана Суркова. В разгаре новая импро-неделя, а это значит, что пора посмотреть свежий выпуск новостей импровизации команды. Ну и на меня заодно. И этот выпуск мы снимаем в Калуге. Сегодня здесь концерт взрослой импровизации, а я, кто не знал, и там решаю вопросики. А где Дениска и Риска? Смотри. Поехали! Это нельзя пропустить. Пятницу на канале ТНТ состоялась первая 1-4 финала нашего проекта, в которой команда Громкий из Воронежа одержала уверенную победу над московскими цветными. Перед рэп-батлом Воронеж опережал Москву аж на 21 балл. И из-за того, что в составе цветных не играет Эминем... Эминем. 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 Э-ми-не-м. Эминем. Ну вот и мы и встряли, блин. Как с Нерсисианом. Из-за того, что в составе цветных не играет Эминем, а у Громких есть Сергей Леонидович, разрыв в счете сократить так и не удалось. Я дед, вы внуки, вы лезьте! Куда? Мы поздравляем команду Громкие с проходом в полуфинал. Ну а цветные не расстраивайтесь сильно, зато вы посмотрели, каково это побывать в четвертьфинале. Спасибо на этом хотя бы. А че ты мне не мог сказать, блин, что здесь буква? Лучшим игроком этого баттла по итогам голосования в нашей группе ВКонтакте становится самый тихий участник Громких Алексей Сопрыкин. Леш, теперь у тебя тоже есть значок MVP. А вот у Бергмана, ребята... Можешь прицепить его на пиджак или отдать Сергею Леонидовичу, чтобы он, ну не знаю, попрокалывал им бутылку. Нет-нет, это подарок. В любом случае, мы рады за тебя и за всю воронежскую команду и желаем удачи в полуфинале. Счастливо, здорово. Кто еще одевал? Те, кто посмотрел предыдущий выпуск новостей, знают, что у нас как первый подснежник появился аналитик. Мы тоже нашли его в лесу под сугробом и теперь с нетерпением ждем каждый обзор. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Некоторые могут меня не знать, а остальные тоже. Поэтому представлюсь. Меня зовут Олег Вечеринкин. Я импровизиционолог. И сегодня мы с вами разберем батл «Цветные Москва. Громкие воронеж». На мой взгляд, цветные были немного напряжены в этом батле, а громкие играли в полноги. Поэтому есть подтверждение в конце раунда протестуем. Вот только родители вышли из дома, сразу все мягкие игрушки перестают вызывать доверие. Тут вы все сами прекрасно видите. Сергей Леонидович Брысев просто без слов разрывает зал. А участник команды «Цветные» даже не понимает, что происходит. А представляете, если бы Сергей Леонидович еще начал бы и говорить, в этом раунде тогда бы преимущество громких могло бы быть баллов в 40, как минимум. Ну и этот батл нам доказал, что, как и в жизни, все цветное после стирки уже не такое яркое. Спасибо Олегу за разбор. Макс, напомни потом ему еды бросить в подвал. У меня какая-то расфокусировка в зрении. Может, я еще бухаю? Что общего между импровизацией команды и шутками про секс от Сергея Матвиенко? Регулярность. Как обычно, в пятницу на телеканале ТНТ состоится эфир очередной игры проекта «Импровизация команды». Команда аутентичная, которая на секундочку в прошлом этапе выбили лютых, встретится с командой «Фантастический», которые тоже кого-то там выиграли. Он чихнул. Краб ты звукарь! Пройдут ли новички сезона еще дальше? Или в полуфинал на вздувшейся Вене улетит Игорь Бабков? Узнаем уже в эту пятницу в 23.00 на ТНТ. А мне не видно вот эту дырочку? Надеюсь, вы размяли ушки, потому что информации будет много. Это новости региональных сцен. У Антона Скотенка закончилось дома место под кружки с надписью «Пушка», поэтому трезво решили пропустить сезон. И в Брянске этой весной участвует только одна местная команда. Это сильные. Брянские ребята смогли справиться с приехавшими из Москвы наглыми. И это был необычный батл. Настолько необычный, что к нему переходит номинация самой слабой игры прошедшей недели. К сожалению, наглые сильными оказались просто наглыми. Ну и что ты притих? Я потерялся где-то. И смердящая бабочка улетает этому батлу. Всякое бывает. Уверена, однажды эти команды покажут класс. Ведь они умеют. На фоне этой игры, где счет едва дошел до 30 баллов, внушительно выглядит батл в Питере. Любимицы публики команда «Тайной» обыграли на родной земле ироничных. Счет 114-110. Сцена Питер всегда славилась огромным счетом. Однажды там будет столько баллов, что не хватит размера экрана на планшете жюри. Но для этого нужно, чтобы на сцене было 8 кукор. Принимаю таблетку для лаконичности и продолжаю. Уральские проиграли мощным на сцене Сибирь. Горячие сделали то же самое с бывшими в Астрахани. В Ярославле зрелые уступили свежим, а попсовые были лучше токсичных на сцене алга. Ну и кое-что необычное произошло в Екатеринбурге. Свердловский и Братский решили сыграть в ничью. Видимо, команда решила, что у жюри и рефери малоподвижный образ жизни, им будет полезно размять хотя бы правую руку. По итогам рук в полуфинал отправились Братский и Санкт-Петербурга. Если кто-то отвлекся на мою красоту настолько, что пропустил какую-то информацию про региональные батлы, вам дорога в социальные сети. Вконтакте у каждой региональной сцены есть свой аккаунт. Подписывайтесь и следите за событиями, а то там в некоторых аккаунтах подписчиков меньше, чем счета на сцене Питер. Ходите на игры в своих городах. Это иногда лучше, чем оргазм, а иногда и чаще. Оргазм. Все. Вот сейчас все. Это еще не все новости регионов. Шрока! 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 На сцене Каспии во время баттла горячих и бывших вот что произошло. Аааааа! Это как его зовут? Это Леха! Это Леха Круглев. Давайте все вместе, для Ильнура. Ильнура! Школа! Да, вам не показалось. Чувак просто заснул во время рэпа команд. Теперь раунд рэп-баттл в Астрахани можно смело переименовывать в раунд колыбельное. Ну, или колыбатл. Ловите лайфхак. Если вдруг вы долго не можете уложить спать своего ребенка, смело ведите его на баттл горячих или бывших. Там он точно нормально выспится. Хотя та игра закончилась таким счетом, что лучше посмотреть прикольный сон. Ну и судя по бутылке в руках этого парня, мне кажется, я догадываюсь, что он уснулся. А я вот... А кто смотрит, ровно я стою или нет? Я смотрю планеты. Чуть-чуть шаг на будет. Давно мы вам не показывали кадры разогрева зала перед баттлами в регионах. Пора было их закончить еще два года назад. На этот раз к нам попало видео со сцены «Пушка» в Брянске. Давайте посмотрим. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Антон Скотинок из «Трезвых» — это я сейчас про команду, а не состояние — поет выключенный микрофон. Вот мы и нашли первое сходство с сцены «Пушка» и золотого граммофона. Но это еще хорошо. На некоторых региональных сценах разогревом зала считается просто включенное отопление. Я задыхаюсь. Ой, блин, со слюнями. Я читаю ваши комментарии и большое спасибо за комплименты. Как мне удается быть такой красивой? Наверняка вас всех искренне сильно интересует. Это все потому, что я ношу мерч «Импровизация» команды. Слава богу, что я не одна такая, и вы тоже можете выбрать одежду с логотипом любимой команды. Если вы, например, любите громких, то вы можете купить их футболку. А если еще любите каламбуры, то можете потом говорить, что это бомбер. Заказывайте мерч любимых команд и ходите на игры еще более нарядными. Ссылочку оставлю вам в описании. А, кстати, а знаете, а вот Амарина говорит, что после новостей покупают мерч. Так, тихо всем. Ну вот выпуск и подошел к концу. Это кармически неправильно! Я с вами прощаюсь, но сильно не грустите. Я же как запущенный Николай Валуевым йо-йо вернусь через неделю. С вами была Оксана Суркова. Всем пока, сей. Счастливо, здорово. Уважаемые зрители, если вы вдруг не хотите, чтобы за вашей спиной оказался Сергей Леонидович, когда вы этого не ожидаете, обязательно подпишитесь на этот канал. Добро! Субтитры сделал DimaTorzok